В эти минуты в поселке Семибратово проходит заседание Межведомственного Совета по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных технологий. Также делегация посещает производство экологического машиностроительного комплекса. В регион прибыл и первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин. Впрочем, обо всем в деталях расскажет мой коллега Артем Петражицкий. Он выходит на прямую связь со студией по телефону. Артем, добрый день. С какой целью первый заместитель министра промышленности и торговли приехал в регион? Здравствуйте, Александр. Ну, на самом деле, приехал не один заместитель министра. Здесь приехала целая плеяда высших чинов из Минпромсторга, из Минприроды, Министерства энергетики. 2017-й мало того, что объявлен годом экологии в России, так еще и указом президента от 19 апреля утверждена стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. И вот в рамках этой стратегии с 2019 года машиностроительные предприятия страны должны перейти на экологичные методы производства. И вот в связи с этим приехали все на завод Синебратово, потому что это один из немногих заводов, направленный именно на создание фильтров и рукавов, очищающих газ и серу на огромных производствах. С этого завода уже поставлены подобные фильтры в 56 стран, и поэтому заседание Межведомственной комиссии Большой Всероссийской было решено начать именно с Синебратово. Еще вот буквально несколько минут назад состоялось очень большое событие как для завода, так и для Синебратово в целом. Было подписание соглашения с ведущей мировой компанией в области экологического инжиниринга из Франции, называется она СНИМЛАП. Это огромнейший фонд, который как раз-таки следит за экологией во всем мире и внедряет новые проекты. Но сейчас с Синебратово мы уже заканчиваем и перемещаемся в Ростов, где будет проходить уже большое межведомственное заседание по вопросам внедрения новых технологий. Вот именно в вопросах экологии расширенные заседания, подробности расскажу вечером уже, что именно там происходило. Но Синебратово, наверное, таких чинов еще не видели. На данный момент у меня все, Александра. Спасибо. На прямой связи со студией по телефону был мой коллега Артем Петрожицкий.